В статусе Всероссийского Кубок Триумфа по карате проводится в Омске в третий раз. Более 600 юных спортсменов 12 и 15 лет демонстрируют свое искусство в дисциплинах ката и кумите. Под сводами Омского велотрека 27 и 28 января собралось внушительное представительство регионов России. Я считаю, что прежде всего это те условия, которые организаторы турнира, а конкретно наша федерация карате создает в Омске для проведения этого турнира. Плюс к этому это конечно статус соревнований, что это Всероссийский турнир. Более 600 участников регионы откликаются и принимают участие именно потому, что соревнования проходят на очень высоком организационном уровне. Когда на татаме юные спортсмены, эмоции и накал – неизменные составляющие поединков. Сохранить боевой настрой и не дать выбить себя из равновесия удалось Амичу Глебу Красильскому. Самое главное – не сдаваться в последние секунды, и не бояться соперника. Мне нравится этот вид спорта, я начал заниматься с 4,5 лет. Я начал им заниматься, так как мне понравился этот вид спорта. Я смотрел о нем много в интернете, мне он очень понравился. Продолжение следует... Я чувствую очень большую радость и одновременно страх. То, что отбился уже, но все равно так в дрожь бросает очень сильно. Эмоции, да? Я начала заниматься ГРД, потому что мама заметила, что я очень много дерусь, и у меня есть такая сила и мощь. Я пробовала на много видов спорта, на танцах, на гимнастике, но у меня это не получалось. Мне кажется, что у меня получилось занять первое место из-за моего труда. И мне очень понравились эти соревнования. Открытые всероссийские соревнования для бойцов этого возраста – важный этап подготовки. Через два месяца в этом же зале юные спортсмены встретятся уже в рамках первенства России. Проверка сил перед главным стартом года удалась и у спортсменов, и у организаторов. На самом деле это генеральная репетиция, и служба волонтеров, медики, в общем, организационный комитет себя проявили на генеральной репетиции в стопроцентной готовности, потому что через два месяца здесь принять очень большое количество детей. Здесь будет порядка тысячи детей из, ну, запланировано порядка 60 регионов. То есть это будет очень объемное мероприятие, и для детей именно в этом возрасте это самое знаковое мероприятие в году. Главный кубок соревнований остался в Омске. Хозяева турнира заняли первое общекомандное место. Вторыми стали спортсмены Новосибирска, третьими – тюменцы.